9 декабря вся страна отметила День Героев Отечества. Памятная дата закрепилась в российском календаре с 2007 года. В этот день патриотические акции прошли во всех населенных пунктах региона. В честь праздника ученики одной из школ мирного встретились с ветеранами. Августа Степанова продолжит тему. С первых минут войны ушел Валин отец. Ушел и не вернулся. Наряду с математикой и литературой их учат любви к родине. Школьники 26-й рассказывают о детях-героях Великой Отечественной. Это трогательное выступление готовили вместе со своим педагогом. Мы активно сотрудничаем с Советом ветеранов, постоянно организуем встречи с ветеранами. И эти встречи, я думаю, очень полезны для наших детей. Чтобы школьники больше знали про историю своей родины, кто был героем, какие звания. Почетные гости праздника по сути тоже герои. Ветераны вооруженных сил и труда, люди, поднимавшие разрушенную послевоенную экономику. Несмотря на свой возраст, они не отказались от возможности пообщаться с молодежью. День Героя Отечества мы отмечаем ежегодно. Мы уже рассказывали о героях Советского Союза, о героях Советского Союза и кутянах. Мы рассказывали о героях-летчиках, танкистах, солдатах, полководцах. Нынешнее поколение помнит и чтит своих героев. Ими гордится вся страна. Чтобы порадовать почетных и гостей, школьники исполнили песню. Я очень сильно восхищаюсь этими людьми. То, что необычные люди, они готовы на все. Они рискуют своей жизнью ради народа. Они не как трусы убегают, не защищая народ. Желающих переписать историю сегодня немало. Но не получится, пока жива память о героях, пока они среди нас. А мы, в свою очередь, можем передать это наследие и своим детям, и внукам. Августа Степанова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».